Друзья, всем привет! Я Лена. Я Катя, и вы на канале Психологини в моде. Здесь вы увидите психологические комментарии на самые разные модные явления и феномены, а также личности индустрии. И именно сегодня мы решили поговорить о бренде Гуччи, точнее о том, как он с нами общается. Да, в каком-то смысле современный бренд Гуччи — это определенно модный феномен. Сегодня мы поговорим о нынешней, так сказать, политике Гуччи, как они с нами общаются, о визуальной коммуникации бренда с их потребителями. Сначала мы немножечко расскажем об особенностях бренда и его позиционировании при Микелии, а потом вот уже при новом дизайнере — это Сабата де Сарно. Очень такой основательный. Сейчас, подожди, мы поехали, не сказали. Поехали! Что? Поехали! Бренд Гуччи — это один из самых основательных брендов, который у нас на данный момент есть. Он существует уже чуть больше ста лет. Это очень такой уверенный игрок фэшн-рынка. И с момента его создания, в принципе, бренд позиционировался как компания для богатых и успешных людей. Несмотря на то, что сначала они занимались производством какой-то амуниции для верховой езды, верховая езда вообще, в принципе, увлечением было и раньше для аристократов. И вот эти лоферы вот как раз. Их лоферы вообще, эта вся тема верховой езды проходит через их ДНК, это одна из его частей. Бренд жил-жил-не тужил, пока в 80-х его не накрыл такой семейный кризис, когда началась внутренняя семейная война. Затем были такие упачки времена, но, к счастью, к управлению пришел в один момент Том Форд, который воскресил буквально Гуччи. Какое-то время бренд тоже очень хорошо и успешно существовал, но в таком немножечко как будто бы неопределившемся стиле. Не было четкого позиционирования, кто такой потребитель Гуччи, как он выглядит. И в какой-то момент, в начале десятых, пришел и стал просто сенсацией Александра Микелли. Сказать, что он пришел, это тоже немножечко с натяжкой, потому что на самом деле Александра Микелли с начала нулевых работал в бренде Гуччи, но отвечал за линейку аксессуаров. И потом, волей случая, просто волей судьбы, он стал креативным директором и понеслась. Понес рассвет, да, и мы как раз хотим проанализировать те кампейны при Микелли, начиная с десятых годов, даже, наверное, с 2014 года, и выделить определенные характеристики, особенности позиционирования бренда. Потому что именно с Микелли, мне кажется, именно было четкое позиционирование одежды и вообще аудитории бренда. Микелли стал одним из флагманов вот такого течения, когда и мужчины, и женщины все участвуют в одном показе, все одновременно показывают общую такую одежду. И как бы с течением времени все пришло и к тому, что девочки показывают мужскую одежду, мальчики женскую, то есть вот все максимально свободно от каких-либо рамок, границ. И это же и касалось выбора моделей. Это стали такие с максимально размытым внешним гендером модели, очень такие худенькие, субтильные, подчеркивающие определенный флёр его стиля, наверное. Ну и в целом эта особенность бренда, элитарная направленность на аудиторию. Ну то есть это элитная аудитория должна быть, это вот элитные покупатели этого бренда должны быть. И вот все кампейны, в том числе богемские такие люди, демонстрируются определенная роскошь, определенная такая особенность, да, ореол какой-то элитарности, возможно, с нотками аристократичности. Очень много было кампейнов как раз-таки в каких-то дворцах. Но еще один интересный момент, так как вот ты рассказала про Микеле, что он добавил как мужские, так и женские в один показ виды одежды, акцента как такового на полных моделях у него нет. Нет, да. Ну нет, и не было, насколько помню. В нескольких кампейнах были показаны модели нормального телосложения и кёрви, модели размера плюс. Но это не широкая сетка размеров. У них в основном кампейны, в том числе, они показывают худых таких богемских людей, вот такую богемскую тусовку. Да, я бы даже, наверное, сказала, что в каком-то смысле у них произошло вместе с Микеле такое легкое перепрофилирование. Если раньше они были, ну, скажем так, нацелены на аристократию роскошных, богатых людей, то теперь они чуть-чуть сменили направление. Они тоже направлены на элиту, но уже на творческую, потому что стало развитие всех творческих профессий, художников, режиссеров, блогеров, музыкантов, актеров и так далее. И они вот очень, причем, мне кажется, удачно сместили ракурс, и благодаря этому произошел прям такой расцвет очень сильный. Ну и, собственно, то, о чем мы говорим, оно очень сильно читается и в их кампейнах. Еще одна главная особенностью вот всех кампейнов, это и коллекция одежды, это постоянная отсылка и стиль вот этот ретро, 70-е, да, вот, 60-е, 80-е. Ну, в общем, это всегда вот этот промежуток времени, но без современных каких-то, возможно, проблесков, это всегда прошлое. За исключением вот как раз-таки Саббата де Сарна, потому что мы вот сейчас просмотрим кампейн, там есть прям футуристические такие нотки. Да, при Александре Микелле бренд был больше смесью различных времен, с акцентом, с доминантой такой 70-х, но при этом там периодически примешивались и 80-е, и 20-е какие-то, там, а-ля Великий Гэтсби и Арт-Деко, и какие-то 40-е бывали периодически. И, ну, то есть там очень разнообразное было смешение всего, наверное, эта часть и привлекала тоже молодежь за свою вариативность, за вот этот ретро-стиль, который никто из нас не застал, но все мы очень любим. А, как уже Яна сказала, новый креативный директор Гуччи, он тоже использует 70-е, то есть это уже такой прям момент, который закрепился в ДНК бренда, без него уже, ну, я не знаю, мне кажется, никто из нас не представляет без него Гуччи. Но при этом он все равно, он все-таки сделал акцент на современности. Еще, мне кажется, одной из особенностей вот бренда Гуччи является религиозная отсылка. Там есть кампейны, где напрямую вообще говорится о том, что, типа, бог тебя любит, да, слав, там, или возьми меня туда, где я там должен быть. Кресты периодически возникающие. Кампейн был именно в саду Эдеми. И змея, да, змея, символ дома Гуччи. Да-да-да, и яблоко там, как змеи-искуситель. И вот эта религиозная отсылка, она, конечно, нас подводит к тому, что бренд, он ассоциирует вот свой стиль с определенной религией. Что вот их бренд Гуччи, это определенная религия. Если ты берешь на веру эту религию, то ты становишься особенным, ты становишься, как бы, любимчиком Бога. Я думаю, что это еще прям в какой-то абсолют перешло, когда вышел фильм с Леди Гагой про Гуччи. И она буквально, когда крестилась там в кадре, произносила «Father, son and house of Gucci» на перекрест. «I... Father, son and house of Gucci». «Okay». Вообще, да, это особенность Александра Микелли, он об этом тоже открыто говорил, что... Ну и плюс, мне кажется, образ самого Микелли, это некоторая такая отсылка к Иисусу, с его длинными волосами, бородой. Так как это бренд итальянский, мне кажется, здесь очень сложно даже отойти от этого, ведь через дорогу в Ватикан, да, просто центр католической церкви. Дольче Габбана, в том числе, они тоже очень часто используют, например, кресты, тоже какие-то религиозные отсылки в виде садов, да, вот этих, яблок в том числе. Когда такой бренд есть, мне кажется, это достаточно оправданно. Возникает некий такой религиозный культ веры. Если ты хочешь, чтобы за тобой следовали, то нужно в культ это как-то возвести. Ну вот у них это хорошо получилось. Да, мне кажется, их работа с брендингом, с привлечением аудитории, вообще с разговором с аудиторией, но сложился просто на отлично. За прошлые десятилетия была проделана колоссальная, масштабная и очень удачная работа. Десять из десяти просто. Их вот кампейны можно пересматривать буквально как произведение искусства. Ну мы так и делали. Мы сели просто наслаждаться красивой картинкой. Последней такой особенностью, которую мы выделили, это вот есть в каждом кампейне такой элемент, такой мотив, идея освобождения. То это какие-то школьники-подростки, которые выбегают на эту крышу, и вот они свободны, встречаются закат или там рассвет. От ссылки к борьбе за освобождение, за свободу, это вот там в одном кампейне фактически был образ Жанны Дарк. Элемент освобождения, он всё-таки есть через любовь ли, через какой-то бунт ли, через провокацию какую-то. Но он есть, он есть, освобождение вот этого молодёжи, молодёжного духа. Да, этого пока не наблюдается при Саббата де Сарна, но в конце концов при нём вышло всего несколько кампейнов, да, и всего три коллекции. Так что ещё посмотрим, что у него будет дальше. Может быть, он перехватит тоже вот эту вот ниточку бунтарства, да, какого-то освободительской такой эмоции и пойдёт дальше. А может быть, всё-таки последует за современными трендами. Мне кажется, сейчас есть такой тренд, уже устали люди от вот этого бунтарства постоянного. Даже молодёжь немножечко так уже хочет немножко поспокойнее, да, и интеллектуальная элита, она уже немножко на другое смотрит, уже по другим путям идёт. Мы лично сейчас будем смотреть и, ну, как описывать, реагировать показ Саббата де Сарна. Да, последний показ прошёл в очень колоритном месте. Я думаю, что это очень важный аспект, потому что Гуччи — это один из центральных игроков азиатского рынка в плане люксового сегмента. У них очень высокий процент потребления именно от азиатского рынка. Так, ну и что мы здесь видим? Ну, во-первых, конечно, картинка просто вау, как там модели идут среди этих колонн. Здесь есть опять-таки вот это диско-ретро. Прямо 70-е-70-е, конечно. Но сколько блестящих тканей вот этих вот а-ля металлик какой-то космический, это поражает воображение. Новые формы, очки, очки, причём они сделаны практически как... Ну, они как солнечные, но сзади они сделаны так, как будто это плавательные. А, или плавательные, да. Да, да, да. Очень интересный элемент с перчатками какой-то новой формы. Гармоничное соединение отсылок, опять-таки, к стилю 70-х, да, вот к этому ретро. Но это всё вписано в футуристичность. Вот при Микелле, мне кажется, такого не было. Потому что я по первости, когда увидела буквально первые образы, я подумала, это что, Баленсиага, но только... Да, очень похоже, кстати. Да, который немножечко так это остепенился и вышел из грязи. Вот тоже микс матрицы, да, но при этом фирменный вот этот принт. Да, принт фирменный остаётся. Стоит отметить, конечно, что у Гуччи очень яркие такие якоря бренда. Это, во-первых, два их принта, это Диаманте и Флорал. И это их несколько аксессуаров, да, в частности, это их лоферы. И это несколько их сумок определённой формы, ручка из бамбука. Уже сколько лет существует у них эта линейка, да, и она никуда не уходит. Я бы... Боже мой, что это такое? Сёрф, понимаешь? Она медуза, она на доске плавала, и на неё медуза налипла. Вот, только хотела сказать вообще, прям в лепёшку. Хочу заметить, практически нет моделей на высоком каблуке, на шпильке. Это удобная обувь, возможно, громоздкая, но она обязательно на низком ходу. Ещё, мне кажется, тут стоит отметить яркое отличие от последних, особенно, коллекций Александра Микелли, то, что здесь одежда более универсальна. Я могу представить себя в этом, ну, в большинстве этих образов, как я просто вышла куда-нибудь, поехала по делам на какую-то встречу. Без доски для сёрфинга в руках, конечно, или там без скейта. Но это очень универсальные, хорошие образы для современного человека. Сейчас бренд пришёл к большему удобству, нацеленность на актуальное общество, да, где у нас сейчас все бегут, на шпильках сейчас у нас никто не бегает на работу, главное это удобство, в том числе больше появилось оверсайза. Да, сильно больше. То есть это акцент уже на мобильность, да, человека и на динамику изменения этого мира. Даже как бы Гуччи не отошёл от этого изменения. Конечно. Мне очень нравится, что в коллекции хорошо сбалансированы универсальные и такие массовые образы, и какая-то доля молодёжной ироничности. То есть это какие-то определённые принты на футболках с желе, да, или то, что модель в офисном платье шла и несла доску для сёрфинга. Да, сумка в виде... Сумка в виде скейта, то есть здесь это очень удачно сбалансировано. Мне кажется, очень интересная и удачная коллекция, которая хорошо передаёт сложившийся дух Гуччи за последние десятилетия, и при этом показывает, что у руля уже новый человек со своими взглядами, со своим видением. В общем, нам будет очень интересно наблюдать за брендом Гуччи, что же с ним будет делать новый креативный дизайнер. Надеемся, что вам нравится этот бренд, а если нет, расскажите почему. Расскажите, какие, может быть, вам образы понравились. Там вот были очень прикольные рюкзачки, скейты, понимаете, серфы, всё, что только угодно там было. Ставьте лайки, пожалуйста, и подписывайтесь. Это очень мотивирует нас на дальнейшую работу. Да. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok